Ребята, у нас сегодня видео-бродилка. Будем мы бродить по новой, крутой, интересной и практически сохранившейся заброшке, недалеко от толматушечки. Красота, красотенюшка. Вы с нами? Не попал, да? Боже, у меня просто сейчас взяло и разбилось сердце. Мы сейчас в таком интересном месте, вокруг лес, и перед нами заброшенный детский лагерь. Реально, здание детского лагеря. Обалдеть. Вот это я люблю, наши приключения прям. Где мы находимся? Корпус номер два. Точно, корпус номер два. Вообще, спасибо подписчику, который написал, что здесь есть такой лагерь. Пойдем? Да что-то не знаю. Страшновато. Вот это вот самое классное штуковое. Смотри, не разбито. Да. Лестница не срезана. Посмотрим, что на втором этаже. Вид открывается сногсшибательный. Все заросло уже вокруг. Сейчас мы посмотрим. Так. Шкафы даже остались. Вот комнатки небольшие. Да? Небольшая комната. Так, что-то мы дальше видим тут. Вот тоже побольше комнаты. Вот они, старые шкафы. Класс. О, кафель кто-то сетовал. Утащил. Взял попользоваться. Шкафы. Но, если честно, все в таком состоянии. Могли бы лучше бы сохранить для нас. Пошли искать первый корпус. Первый же крутой самый должен быть. Это, наверное, третий с самого отдаления. По идее, я, конечно, не профессионал. Ну, тут должна быть еще столовая. Это же лагерь все-таки. Столовая может быть вон-то круглые здания? Может быть, кстати. Короче, еще столовая должна быть. По-любому котельная какая-нибудь должна быть. Правильно? Да. Ну, еще. И, кажется, выше тут дома идут, которые раньше были, принадлежали обслуживающему персоналу. Такие пятиэтажечки тут есть. Но они не заброшены они, то есть, в них люди сейчас живут. И, кстати, довольно миленько там, очень красиво. Такие палисадники прям. Фоточки для нашего инстаграма. Да, да, у нас есть инстаграм. И вся интересная информация там еще есть. Подписывайтесь на наш инстаграм. Там есть что посмотреть. Конечно, не так интересно, как на ютубе, но есть. Мы же любим лайф. Вид, конечно, такой интересный. То, что все поросло деревьями. И на заднем плане вот этот корпус. Он так смотрится аутентично там. Как будто так и должно быть, да? Только ты не видел самого важного. На торцах этих зданий выложена мозаика советской эпохи. Пошли посмотрим. Такую, конечно, мозаику сейчас уже найти сложно. Красиво сделано. Единственное, что мне тут не нравится. Это довольно много мусора, всяких банок. Пачек от семечек очень много. Ты что, белочки живут? Нет. И все равно присутствует какой-то звук от дороги, да? Да, дорога слышится. Дорога где-то тут не так далеко. Не так далека. То есть хотелось бы, чтобы... Ну, поэтому, видишь, мусора так много, что... Хотелось, чтобы это было так, значит, в тишине вдали. То есть вот так вот. А тут так не получается. Из-за растительности не видно. Вот вы видите здание? Да, сейчас вы, конечно, видите. Я уже показал. Вот оно. А так, когда идешь, ты этого не видишь. Вот. И самое, знаешь, что интересно? Корпуса тут построены по высоте. То есть третий выше находится второго, второй выше первого. То есть вот так лесенкой. Все находится лесенкой. И вот оно. Вот он, как я и говорил. Мы нашли корпус номер один. Ну, если честно, мне кажется, он более такой разрушенный почему-то. Перила срезали, а вот стекла не разбили. Это хорошо. Молодцы. Удержались как-то. Странные вот надписи. Непонятно, что это значит. Тут какие-то игры сто пудов проводили. Да, да, да. По поиску что-нибудь. Ну, как вот раньше любили же это. Сейчас такое уже у матушечки нет. Нет такого? Ну, ладно. Переболели. Там просто целлофан начал ветром шататься, шелестеть. И мы случайно чуть-чуть вот сюда кладку кирпичную еще не наложили. Это обои? Да, это обои. Фактурные. Как вам, нравятся такие вот места? Вот нам нравится? Нет, ладно, не нам. Мне нравится. Где спросите ребенка? Ребенка, когда мы едем в такие места, ребенка мы с собой не берем, естественно. Так что... Зачем, чтобы мы снились потом в кошмаре? Да, да. Кошмарики. Нам не нужны. Не понял прикол. Опять семечки, 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 семечки. Я не понял. Тут реально... Тут... Белки. Да. Может, тут действительно белки ходят в магазин за семечками? Мы нашли стадион. Так мирно написали из арматуры. Вот стадион. Красота. Умели раньше. Опять кирпички чуть не наложили. Да мы уже здание построили тут от всяких... Все... Вон то красивое здание. Слушай, надо полетать на квадрике. Интересно, можно тут летать на квадрике? Стадион классный. Тут, знаешь, дети, наверное, играли в прятки или в пейнтбол. Ну, когда тут было... О, сено косят. Правильно? Смотри, какая большая территория. Можно покосить сено и кормить животных. Когда здесь было все в состоянии жизни, представляешь, здесь были беговые дорожки. Дети здесь утром тренировались в шортиках и в футболочках. Наверное. Пожди. Играли в футбол. Че, паук? Продолжим. Играли в футбол, там, в бомбинтон, в волейбол. Я не знаю. Были какие-то активисти. Колосок. Лагерь-колосок. Лагерь-колосок. Мы нашли вот такой журнал за 84-й год. Здесь есть фамилии людей, которые здесь работали, им что-то начислялось, что-то делалось. Что-то уж рубли это, либо что-то такое. Пионер вожатый там написанный. Да. Вот. Должность. Воспитатель, воспитатель. Вожатый. Повар. Повар. Получается так, подожди. Повар 89. 89 это рубли, интересно, или что? Не знаю. А кухонный работник 70. Ну, бухгалтер, как всегда, больше всех. 90, смотрите. У всех 80, там 75. Бухгалтер 90. А бухгалтер 90. 80-го года. Стоимость путевки 39 рублей. 39 рублей путевка стоила. Соколова Алла здесь отдыхала. 1967 года рождения. Школа номер 8, 7 класс. Класс. Обалдеть. Пионерский лагерь принимаются дети от 7 до 15 лет. Вот она. Вот это вот история. Это выключатель. Еще так высоко от детей сделали. Ну-ка, с вами работать нет. О, свет включился. Нормально. Все так свежо. Пошли. Так. О, сколько у нее тут документов было. Главная медсестра. И банок, и склянок. Слушай, офигеть. Ну, сюда лучше не заходить, я думаю, да? Ампулы какие-то. Да. Ой, я знаю, что это. Ты вставал сюда и выделяли твой рост. Рост, замерка роста точная. То есть, СССРовская замерка роста. Всегда ровная, четкая, точная. Ну-ка, покажи-ка. Цой жив? А, нет, другой. Цой Трофим Дмитриевич. Это кабинет иглорефлектор. Иглорефлектор. Короче, какая-то терапия, иглотерапия. Приколись? Это фазан? Да, нет, горлинг. Это фазан. Вечно куда-нибудь зайдем далеко, а потом проблема, короче. Надо найти выход. А ты идешь, тебе все... Опачки. Это пленка? Да. Так. Это пленка какая? На которой фотографировали? Или это пленка... С видео? То есть, фильмовая пленка или... Или это все-таки... Слушай, может это фильм? Может быть тут есть кинотеатр? Слушай, а действительно тут может же быть кинотеатр? Вот это класс. Вот это уже мне нравится. Опять семечки. Ну-ка, давай. Проходи. Так, так, так. Где у нас бассейн? Ё-моё. Это же бассейн. Реальный бассейн. Кабинки вон в милистом центре, да? Обалдеть. Мы нашли бассейн. Так. Это душевые кабинки. Да, точно. Слушай, а что он такой глубокий? Ну, прыгать-то вышки вроде нет. Реально глубокий. Может не полностью наливали? Да, конечно. Поэтому тут подвал был. Больше я тебе говорил. Потому что не зря тут подвал. Стекло кривое. Да что такое? О, посмотри, как в нем красиво. Ну-ка. Как бассейн. Спортзал. Я вижу баскетбольное кольцо. Реально спортзал. Я был прав. Высокие окна в спортзале бывают. Правильный ответ. Чтобы прыгать высоко, не нужен нам батут. Вот это пространство. Мячик надо было взять. Тут, знаешь, если честно, подмести. Да, разметка сохранена. Разметка сохранена. Подмести немного. Вон там, правда, вот чуть пол. Конечно, из-за того, что дождь попадает, гниет. Ну, а тут основной все крепкое. Тут доски. Вот такая толщина досок. Как они не разбили все стекла, играя в баскетбол? Потому что были сетки. А их сняли сетки. А тут нет сеток. Обалдеть. Люстры еще вот эти старые, советские. Помнишь, у нас такие в школах были? Как красиво. Я думаю, что вы, наверное, не понимаете. Но кто понимает, лайкайте. На самом деле, да. Когда видео смотришь это, ну так. А когда ты тут находишься в таком огромном помещении с таким эхом. Ты понимаешь величество этого помещения. И эхо. И эхо. Ну, короче, ничего мы не понимаем особо, но зал большой. И это очень захватывает. И мы оставим точку на это место. Не забавим про семечки. Бассейн огромный. Птичка? Странно, что птичка не смогла выбраться из бассейна. Тупая, ну птицы, ну вы знаете. Ты готов? Что, прыгнем? На старт. Марш. Нет, давай следующий раз. Высоко реально, просто. Воды очень мало там. Воды мало. О, маски лежат. Молодцы люди. А мы опять без масок. Мы опять без масок. У нас опять социальная дистанция, в принципе, нормальная. Я считаю. Ну, никого. Слушай, вот когда стоишь на этой штуковине, когда он там стоишь, так себе здание. Вот тут встал, и все. Продолжение следует. Нам нужен кинотеатр. Опять нашли кинопленку. Длинную. Если быстро вот так вот интересно сдвигать, можно будет понять, что за фильм? Опять семечки, не забываем. Мы тут нашли очередное здание. Только непонятно, для чего оно было сделано пока что. Но оно очень интересное. Массовое остекление. Что это такое? Салун. Вот это наклеили. Ну да, логично. Вряд ли в детском лагере такое было в 80-х. Птичка дохлая. Очень хорошо. Фу, грязная она. Ух, какая плитка. Слушай, плитка классная. Посмотри, черная же была. Да. То есть, все просто. Взяли битум, на битум же клали плитку. А плитка была прозрачная. Ну это стекло. Ну, практически стекло, да. И, короче, так и оставили. Вот как битум видно через плитку. Смотри, прям железная дверь была. Ну, давай посмотрим, что там еще. Подвесной потолок. Это семечки. Семечки опять где? Да. Не забываем про семечки. Семечки всегда. Это столовая. А-а-а. Это столовая. Точно, большое стекление. Огромные колоранные окна. Вон вытяжки. Смотри, все в вытяжках. Точно. Вон духовой шкаф, смотри. Ничего себе. Да, вон там он стоит. Вы опекли, допустим, например, хлеб. Да. Все в плитке. Вот она столовая. Ну, кстати, столовая не такая большая. Мне казалось, что столовая... А, дети же маленькие. Я все время забываю. Их больше помещается. Классно, слушай, красиво. Она была в зеленом цвете. Ну, потолочная плитка, конечно, могла. Могли получше. Да. И где освещение интересно было. Ну вот, вот висит же что-то. Вот провода выведены здесь. Здесь люстры какие-то висели. Да. И здесь дети сидели и кушали. Слушай, шажер не такая большая. Сколько тут столов можно было поставить? Один ряд сюда, один ряд сюда. И последний проход, правильно? Ну да. Ну, смотри, всего три корпуса же получается. Да, маленьких. То есть лагерь не такой огромный. Нет, небольшой. То есть я думаю, столовая, еще же по смену, скорее всего. Да, да. То есть одна смена ест, потом вторая смена и третья. Всего первый корпус, потом второй корпус, потом третий. Да, всего три корпуса. Первая фазана опять. Фазанная территория есть. Не забывай про семечки, семечки, семечки. Везде семечки. О, нашли сохранен. Вот так быстро двигай, 25 кадров. Надо в секунду сделать. Вот так. Фук, 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 фук. Что изображено? Какой-то... Какой-то... Это вестерн. Вестерн? Нет. Как будто какая-то... Кожебек? Природа, что ли. Как кинотеатр Андрей. Сидушки из кинотеатра. Мы, кажется, двигаемся в нужном направлении. Давай кинотеатр, кинотеатр. Ты посмотри. Новое прессо. Большое, высокое здание. Без окон. Что же это может быть? Судя по следам, судя по количеству вот этой пленки, мы все-таки идем в кинотеатр. Что интересно сегодня будут тут показывать? А где вот этот стенд? Тут же должен быть такой стенд сегодня в нашем репертуаре. Сидушки. Вон там, наверное. Кинотеатр сам по себе. Смотрите, как это пленки. Пленки просто. Вот это сохранилось лучше. Что это такое? Это паркет. Это пианино? А, точно. Это было пианино. Точно, это пианино. А это лучше. Какой-то еще и пианиный производство. 1963 года. Обалдеть. 1963 год? 863 год? Обалдеть. Это пианино точно. Какой-то, блин, его разрушили. Ну, это же клево. Надо же все разрушать. Чем-то. Вот его разрушили и аккуратно сложили вот сюда. Ты представляешь, какой он для реалитет еще сейчас напомню? Смотри. Это клавиши. Настоящий паркет. Настоящая пианино. 1863 года. К сожалению, я не могу оценить, насколько это крутая марка. Ну, Аш-Крибель. Аш-Точка-Крибель. Берлин. 1863. А ну, войну пережило? Ну, как бы, не одну даже, я бы сказал. А засранцев людей не пережило? Не, ну, логично. Единственное, что я знаю, что я думаю. А вдруг это пианино не 1863 года. Просто это компания. Компания была создана 1863 году. А пианино может быть в 90-х годах, в 80-х. Кто разбирается в этом, скажите нам. Чтобы мы не расстраивались. Я уже расстроилась. Механизм, конечно, очень интересный. Розетка тоже очень интересная. Необычная. Так. 80-й год. Вот этого ты не знаешь, что такое 80-го года. Это конденсатор, да? Пошли дальше, Сэндрич. Потолок тоже что-то делали. Красотулечку создали. Здесь была шумоизоляция. Точно. Здесь что-то, ну, музыкальный класс. Здесь была шумоизоляция. Потому что здесь, наверное, пейли, хором, деревянный пол, обшивка, шумоизоляция. Так, так. Вау. Вау. Так вот, как раньше тут было. Ох ты, что... Это сцена. Это сцена? Подожди. Ну, надеюсь, тут змей нет. Большое помещение. Да, это сцена. И вон там сидушки все идут в ряды. Там все в рядах сидушек. Сейчас. Пошли посмотрим. Так, пол. По полу ходить мы не будем. Я вижу, он уже... Сыростью как воняет. Сыростью воняет страшно. И там все в рядах сидушек. Просто не видно, фонарики так не светят. Вот эта сцена. Ух ты, как классно. Реально классно. Это же, блин, на сцену бы поднялся бы. Но тут все сгнило. А там реально столько рядов сидушек. И это кинотеатр по совместительству. Потому что выше я вижу, откуда идет трансляция кино. Вон там вот комната вверху. Прикольно. Это надо через это все пройти. Да. Видите, пол полностью прогнил. Ходить сюда не стоит. Мы тут случайно нашли какую-то расписку. Я старший воспитатель... Часовских. Часовских ИА. И пионер-вожата Борщ ОА. Передали деньги в сумме 167 рублей Кривопустову в... А, вот они и билеты. Да ладно! Мы билеты нашли. Не прошло и... Пино. Так. Алматинская область. Какой ряд? Место 5. А, не пишет, да? Ряд не написано. Контроль. О, счастливый какой. Да. Алматинская область. 5 копеек. А что за кино, интересно, показывали? А я думаю, тут не написано. Под расписку все, да? Слушай, билеты нашли. С фото и билетики. Я хочу в нашем инстаграме видеть такие интересные билетики. Мы нашли какую-то пластинку. Написано, надо же, Алла Пугачева. Милудия. По вашим письмам. А, Кристина Арбакайте тут и Алла Пугачева. Так, Алла Пугачева песня «Надо же», а вторая сторона... Факир. Все. Нет, Кристина Арбакайте... Факир. Песня «Факир» Кристина Арбакайте исполняет. Две песни. Два трека на компактиске. 1987 год. 1987, да, но почти свежая. А она до сих пор, наверное, такие же выпускает. Кто свежая? Пугачева? Не, Пугачева не свежая. Пластинка свежая. София Ротару. О, Ротару. Лаванда. Серьезно? Горная лаванда. Ну-ка, переверни. Кто тут? Тут несколько треков же должно быть. Лаванда и в доме моем. София Ротару, две песни. 85-й. 85-й. Сидушка прикольная. Да, можно домой забрать. Кто-то сидел, он ерзал. Не мог бы сидеть. Не нравился фильм, но 5 копеек заплатил. Че, надо же сидеть. Смотреть. Сегодня побывали в прошлом. Отличное место. Всем рекомендую для посещения. Тут пробивает такая ностальгия. С собой берем обязательно хороший фонарик. Прям хороший фонарь, чтобы был. И можно брать средства самоброны, потому что тут бывают собаки ходят. Ну, кто их знает. Это же собаки. И белки. А, и белки. Белки тоже опасные. Походу, по количеству съеденных семечек, они гопают от людей. Да, забирают семечки и убегают. Ну, а мы выбираемся отсюда. И если выберемся, то вы увидите новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok